Уважаемые коллеги, я первый слайд своего доклада называл. Есть основания предположить, что первый шаг к осознанию того, что основа математической теории познания должна быть разработана как артематическая теория множества, был сделан ещё Пипогором и Аристотелем. Как известно, в своё время в Пипогоре основу математики стали разрабатывать, принимая за её основу возможность аксиома неделимости в единице. Далее, при приложении к решению задач геометра, это привёл к проблемам несозмеленности. Как полагается, способ из такого трудного положения, значит, из первого кризиса, нашёл Аристотель, который сформулировал идею аксиомы о необходимости разделения архметики и диаметрии. Тем самым начал разрабатывать основу своей научной философии. При разработке основы своей научной философии Аристотель сходил из идеи, что каждая фундаментальная наука должна иметь свою интерпретацию с точки зрения роли субъекта и объекта. Без субъекта и объекта, без философии, никакой науки. Он это хорошо понимал. Например, при интерпретации философической природы геометрии он считал, что в данном случае роль субъекта выполняют аксиомы, которые обычно придумывают люди, так, чтобы с их помощью можно было правильно отразить свойства геометрических объектов. Именно принимая за основу этой идеи Аристотеля, Екулит скоро привел порядок в основной геометрии. Далее сам Аристотель, пытаясь интерпретировать философическую природу архметики, обратил внимание, что эта наука обладает безупрежным правилом вывода точного вычисления. Это нечто величественное правило вывода, архметика, алгебры. Любое вычисление дает абсолютный точный результат. Его это удивило. Однако в данном случае он не смог осознать, что при проведении вычисления над множеством каких объектов проводится такое точное вычисление. И решение данной великой проблемы он оставил потомкам. Вот первым слайдом вывод такой, что я считаю, что основу научной философии уже заложили антическая математика. Питагор правильно начал. Это элемент теории множества было. Аксиома не единицы единицы. А потом трудности с геометрией. А потом Аристотель очень хорошее разделение. Необходимость была архметика и геометрия. А для геометрии метод аксиома. А для архметики и алгебры метод вычисления. Вот такое разделение. Такое отличное начало научной философии было. Следующий слайд. Второй слайд я свой назвал второй шаг к осознанию того, что основа математической теории познания должна быть разработана, как алгебрическая теория множества было сделано Декартом. Как известно, Декарт разработал Декарту систему координат. И взяв за основу алгебры, он уже начал разрабатывать вариант научной философии, где фундаментом является уже алгебра. Если до времена Аристотель еще алгебра, так в хорошем формуле не было сформулировано. А Декарту уже было подготовлено все это, и он начал разрабатывать алгебрический вариант. Декарту казалось, что из всех частных разделов науки алгебра и архметика имеют особый статус. Ему даже казалось, что принимая идею уравнения алгебры и архметики за основу теории мышления, далее на базе их возможностей можно будет решать задачи всех других частных разделов наук в единой позиции. С частого литературе приводится умозаключение о том, что Декарт свою математику начал разрабатывать, противопоставляя античной математикой Аристотеля и Эфилида. Переоснополагающей является идея аксиома необходимости разделения архметики и геометра. Однако более тщательный анализ показывает, что анализ работы Декарта позволяет сделать совершенно противоположный выбор. Декарт, который уже явно сознавал, что принимая за основу основные уравнения алгебры и архметики имеется возможность решить задачи любой других наук. Тем самым он античные идеи Пипогора, Аристотеля и Эфилида углубил. Они сам свою математику не представляют, как многие ваши литературы противоположные мнения, слишком разработанные, которые привели к концу каждого теорию множества Кантера. Третий шаг. Вот третий шаг к осознанию того, что основа математической теории познания должна быть разработана как алгебраическая и арифметическая теория множества была сделана Ньютоном и Лебенцем. Мы уже об этом, как мы уже об этом говорили, Аристотель обратил внимание, что алгебра и арифметика обладают безупрежным правилом вывода. Затем он для того, чтобы принять результаты этих новых заснов наушной философии, пытался выяснить, при изучении каких объектов проводится такое вычисление. Однако он эту часть задач не решил. Позднее Декарт тоже очень восхищался теми возможностями, которые располагают алгебрические вычисления и арифметические вычисления. Поэтому говорил, что его удивило, что до сих пор ничего не построено на столь надёжном фундаменте. У его правилов руководства ума как раз об этом говорится, что алгебра и арифметика настолько обладают возможностями, что такой отличный фундамент и до сих пор ничего на нём не построено. А теперь для того, чтобы говорить о том, что было сделано Ньютоном и Левенисом для дальнейшей разработки идеи научной философии Аристотеля и Декарта, мы обратим внимание на структурные особенности схемы 2, которые получены при совместном анализе идеи научной философии Декарта и результат полученного Ньютоном и Левенисом в математическом анализе. Анализ результатов учтённых при постарении этой схемы позволяет сделать вывод о том, что в своё время Ньютон и Левенис при разработке ими основного анализа не совсем ясно, сознавая этого, сходили из идеи, что прилив за основу теории мышления алгебрическое уравнение, архимедрическое уравнение, вот первое уравнение, далее можно будет решать задачи геометрии, кинематики и физики. Удалось также осознать, что при решении этих задач начало разрабатываться основа теории множества, каковыми являются бесконечное число геометрических, кинематических точек, а также конечное число физических частиц. Ими при разработке основы деференциального исчисления было получено деференциальное уравнение для одной геометрической точки, одной кинематической точки, одной физической частицы. Тогда как при разработке интегральной исчисления они эти же деференциальные уравнения, полученные для одной точки частицы, решали уже для бесконечных числа точек и, конечно, числа частицы. Вот суть дифференциальной интегральной частицы в первоначальном смысле. Вот это особый момент. То, что сначала Аристотель, потом Декарт, потом Ньютон-Левнис. Это фундамент научной философии так отлично разрабатывался. Вот с помощью этой схемы можно учесть очень хорошо разработанный часть научной философии. Вот в конце этой пути было получено уравнение Ньютона для одной частицы. Вот как раз после этого начался неразбериха, который привёл на современную состояние науки и философии. После получения уравнения Ньютона, честно говоря, если продолжать та и деловая, которая была начата Аристотельом и потом продолжена Декартом, надо было вот это уравнение для одной частицы решить для многих частиц, подчинённых неподчинённых связям. А матфизика действительно на это претендовал. Калеватные волновые процессы, подчинённые связи и статом механика, тепловые дефицитные процессы. Но матфизика, эта программа реализовалась слишком поспешно. А теоретическая физика очень спокойно и очень хорошо разработала. А об этом я скажу дальше. Следующий слайд. Вот я следующий слайд я назвал о том, как, решая уравнение Ньютона для многих частиц, при этом беря за основу возможность алгебристического метода Декарта, возможно получить результаты нового варианта теории множества и теории функции. Я хочу немножко пояснить. Я сказал, что после уравнения Ньютона, получение уравнения Ньютона, наша неразбериха. Вот здесь математики стали разрабатывать матфизику по свечным варианте. А в это время те люди, которые складывали умо-физическое мышление, они сказали, так торопиться нельзя. Вот, например, Даламбер, Протвейлера. Они сказали, что уравнение Ньютона должно быть еще канонизировано. Пусть пройдет сколько времени, пусть пройдет. Но когда это уравнение для частиц будет канонизировано, получено каноническое уравнение, только тогда можно будет решать его алгебристическим методом. До сих пор это все результаты были получены на основу алгебристических методов, а теперь, если поспешно мы начинаем решать, могут получаться так, что ошибочный результат появится. Одним словом, здесь две схемы. Я сначала решил рассказать то, что получено было физиками и теоретиками. Я сказал же, они сказали, что надо, пусть сколько время пройдет, подождать. Они действительно знали, 150 лет прошло после Ньютона. В 1848 году уравнение Гамильтона было получено, каноническое уравнение. После получения каноническое уравнение, вот на место уравнения Ньютона, вот уравнение четырех, четырех. Для решения задач подчиненных связям, а для решения не подчиненных связям частиц. В этом маршруте было получено уравнение Гамильтона, Якови и Шреддингера. В этом втором маршруте было получено уравнение статемеханики, основное уравнение статемеханики гипса. Как раз из получения уравнения Шреддингера для подчиненных связям частиц, для строения вещества, поставляя выражение для потенциальной энергии. В конце было получено пять штрих решений, которые действительно очень хорошо объясняют строение вещества, причинно-следственную связь. Весь современный состояние теории строения вещества, можно сказать, базируется на первой схеме. А весь современный состояние теоретической физики для задач халатичной частицы основывается на результатах второй схемы. Дальше. А здесь я в пятом-шестом схеме привёл тоже задачи, но получено решение задачи для халатичной частицы, халатичной частицы, но с точностью эмпирической физики. Вот теория вероятности в данном случае выполняет роль основы теории мышления, беря за основу теории вероятности теория строения вещества, молекулярная биология, молекулярная психология, молекулярная социология. А по этой схеме теория вероятности физическая химия, физическая биология, физическая психология, социология. Следующий. Этим самым, еще одним словом, этот маршрут, честно говоря, который разрабатывали физики, да, в конце концов, привел, вот, третий, четвертый, я скажу, покажи предыдущий, дальше. Вот эта схема, да, завершена до конца, из уравнений, рядом получено окончательное решение для строения вещества, а здесь уравнение, в этот, пишет штрих для из уравнения гипса, но они имеют смысл теории множества. Вот, основной, в смысле моего доклада, да, я хочу обратить внимание ученых на то, что математики, из-за своей поспешности разрабатывания математической физики, в конце концов, этот путь привел к Хантеровской бесконечной теории множества абстрактных, которые особого смысла не имеют, особой познавательной ценности не обладают. Что такое теория множества и какие проблемы вызывает, наверное, всем известно. А я обратил внимание, что физики, теоретики, не спеша, подождав, пока уравнение Гамильтона появилось, потом решили алгебрическим методом и, в конце концов, получили очень хороший, замкнутый основу теории множества по двум маршрутам, подчиненным связям, неподчиненным связям. Дальше, дальше, дальше. Вот дальше стыкуя третья, четвертая схема и пятая, шестая схема по маршрутам подчиненным связям, неподчиненным связям, они очень хорошо стыкуются, потому что из равнения, полученные с точностью теоретической физики, получаются очень хорошие доказательства к результатам, которые получены эмпирической точностью. Например, к уравнениям с химией, статом механика гипса дает отличные доказательства. Поэтому по двум маршрутам они стыкуются и, в конце концов, получается, та схема, которую в втором слайде мы привели, как схема Декарта, воображаемый схем Декарта. Декарта воображаемый схем построил. И он не только схем построил, и он сам начал алгебрический геометрию разрабатывать, и дальше Ньютон-Лебенес, матанализер. Вот, одним словом, тот путь, который довел Ньютон-Лебенес до получения уравнения Ньютона, в данном случае физиками и теоретиками завершен окончательно. И, тем самым, реализованы вместо Декарта образовательной единой основы науки. Но, в данном случае, на место одного схемы Декарта получаются две схемы. Почему две схемы появились? Потому что при решении уравнения Гамильтона для многих частиц появляется проблема отдельного независимого решения для подчиненных связей частиц, неподчиненных связей частиц. Из-за этого расшипление два маршрута появилось. Следующий. Как это нетрудно заметить, эти схемы, я здесь, эти схемы поистой структурной точно совпадают с Декартовой схемой, я уже о этом рассказал. Начинается с того времени, заметной причиной этой является следующее, значит, я это сказал. Таким образом, я считаю, что имеется все основания принять, что эти новые результаты, которые получены на основе новой философии, про софийской интерпретации, основного уравнения теоретической физики, эмпиристической физики, можно принять за результаты нового варианта теории множества, которые по своему содержанию, возможностям, значительно отличаются от результатов Кантера теории множества, разработанных математиками. Ну, одним словом, основной суть моего доклада, в одного, в общем, теория Гамитона и Якови для системы, сочиненных связанных частей, стать механика для халатистических частиц, они же теории множества. Вот в теоретической физике книги есть, раздели есть, глава есть, теория многих частиц. Тот же теория множества, но никогда об этом не говорится, что теоретическая физика занимается разрабатыванием теории множества. А теорию множества разрабатывали математики, но по той линии, которая с самого начала, после Ньютона, пошла ложным путём. Благодаря Эйлеру, который в споре с Даламбером сказал, что формальный метод себя оправдывает, А Даламбер сказал, не торопиться, лучше физик оставить эту проблему. Он говорит, открой следующий. Я спешу, да? Помимо него. Есть основания предположить, что причиной того, что до сих пор основу математического анализа не удаётся разрабатывать удовлетворительным образом, является то, что при его разработке идеи не алгебристического метода Ньютона и Левниса принимаются как более истинными, чем идеи алгебристического метода. Вот здесь самый интересный момент начинается. Вот когда в своё время очень хорошее разработание сейчас основы науки дошло до уравнения Ньютона, я же сказал, что там некоторые сказали, лучше не торопиться до получения канонистского уравнения, а другие сказали, надо идти вперёд, в общем, всё будет хорошо. Вот математики таким формальным путём пошли. Они, в общем, уравнение колебательно-волновых процессов получили в рамках возможностей алгебристического метода Декарта. А когда на основе уравнения Ньютона надо было решать задачи от тепловых дефисионных процессов, они это не смогли. Как раз самая главная ошибка на фундаменте современной науки именно вошла в него в этом моменте. Они, параболическое уравнение математической физики, получили не из уравнения Ньютона, что требует логика, а они, поскольку этого они не смогли, они параболическое уравнение получили из уравнения теплового баланса и уравнение бещественного баланса. Вот в любой книге матфизики уравнение, параболическое уравнение выводится, причём при использовании эмпирийского уравнения. Например, градиент массы, градиент температуры пропорционально тому-тому. Это совершенно эмпирийское, полуэмпирийское сырое уравнение для точки зрения физика. А математики и ею пользовались какой-то, это абсолютно истинно. И получили гиперболическое уравнение. Я считаю, что этот момент не было замечено и вошло через эти гиперболические, параболическое уравнение нелогичность, ошибочность, в общем, вошло в фундамент математики. Потому что в конце здесь, в самом конце 7-штрих, 8-штрих решений они были получены на языке тригонометических рядов, не алгебристических методов. Вот пятая, четвёртая система все решения до конца из уравнения статем механики, из уравнения Шриддингера решения получены алгебристскими методами до конца. А здесь самое последнее решение получено не алгебристскими методами. Самый знаете, не алгебристский метод возвеличил... Ощущий алгебристский метод базилийсел Декарт. У него знаменитая книга целая глава, которая дается обоснование, почему основа науки разрабатывается на основе алгебристского метода. Потому что он понимал, что каким-то чутьём он понимал, что таким путём безощренно можно дойти до конца. А Ньютон-Геббинс, не знаю, это чисто человеческий слабость была, что неужели Ньютон Ньютону достанется всё. И они оба как будто договорились, сказали, что Декарт догматик. Вот он возвеличивает роль алгебристского метода только. А математика разрабатывает, основы математики разрабатывает шире, какой-то всё охватил. Действительно, после, они сказали, что не алгебристским методом можно. И действительно, используя разложение функций, любой функций тренировочный ряд, любое дифференциальное уравнение можно решить. Математика же потом так стала развиваться. Но вот так стала развиваться математика. И действительно, математика стала очень широким, но не глубоким. Потому что он потерял связь с природой, логичностью, основы, алгебрии. В самом начале, вот уравнение 1, это основа алгебристского уравнения, аргематийского уравнения. Это начиная с Аристотеля, потом Декарта, потом Ньютон-Левинс, до уравнения Ньютона, первой половины. Это была основа, это основа теоремышления была. А когда матфизики начали вторую половину после уравнения Ньютона решать не алгебристскими методами, основу матанализа фактически разрабатывали ложным путем. И основа современного матанализа действительно наполовину является истинным, начиная от алгебрии, от архметики до уравнения, получения уравнения Ньютона. Вторая половина, когда уже надо было решать уравнение Ньютона для многих частиц, матфизика решила это ложным путем, не алгебристским методом. А это решение как известно привел к трудностям. Вот трудность была такой. После получения этих решений математики часто стали встречаться с всех радопатологическими функциями. В свое время, когда начали появляться такие патологические функции, такие математики как Бальсана, Каши сказали перестройку, основу анализа надо. Вот программа перестройки анализа как раз с этого момента нашлся, потому что это не алгебристским методом полученные решения, они вообще причинно-следственные связи не объяснили, вообще почти ничего не дали. Только формально, математически эти решения подставляешь в уравнение, параболистские и параболистские уравнения, танцентство дает, в математическом смысле все нормально, а в физическом смысле ничего не нормально. 5 минут. А здесь физика пошли? 5 минут. 5 минут еще, да? Вот, тогда я перехожу в заключение. о принципиальных отличиях идеи и результатов Хантеровой теории множеств и новых вариантов теории множеств. При разработке математической Хантеровой теории множеств используется возможность как алгебристских методов, так и возможность не алгебристских методов, тогда как при разработке основ физических теорий множеств используется возможность только алгебристских методов Декарта. Говорят другими словами, идеи и результаты нового варианта теории множества полностью удовлетворяют принципы Бритвы Оккома. Не примножить сущность без необходимости. В самом начале, если мы приняли алговору, архметику из основы теории мышления, тогда и дальше стали решать задачи других наук, пожалуйста, тогда по пути ничего не надо прибавить. Не примножить сущность без необходимости. Вот принцип Бритвы. Вот Декартовский метод это именно произносит. Второе. При разработке математической теории множеств пользуется возможность как метода вычисления, так и метода аксиома. Тогда как при разработке основы физической теории множеств используется возможность только метода вычисления. И тем самым при получении результата новой теории реализуется программа Аристотеля, которая не только хотела отделить методы вычисления и методы аксиома геометрии, Ну и хотел, чтобы метод мышления является основополагающим. Вот четвёртая схема, все результаты теоретической физики. Теоретическая физика, честно говоря, хорошая теоретическая физика никогда не должен пользоваться методом Аксиома. Раз в самом начале алгебрическое уравнение, архметическое уравнение взятое за основу мышления, потом получено на этом пути уравнение Ньютона, хорошо решай это уравнение для многих частиц, метод мышления завершай и получи решение, которое объясняет природу, причиняю следующую связь. Никакой метода аксиомы здесь не надо. Хантер свою теорию разработал в основном как теорию абстрактной, актуальной, бесконечной множественной. Тогда как на основе физики теории удаётся, конечно, что абстрактная множественная. Вот здесь очень важный результат. На основе новых результатов получается интерпретация архметики. Это архметика, оказывается, это наука, которая появилась при подсчёте разницы конечных числа, абстрактных множеств. Архметический расчёт даёт точный результат, но абстрактными множествами, конечными. Потому что человек, имеющий конечную жизнь, не мог придумать архметику, бесконечную, придумывая высоконечное число подсчёта. И очень одним словом я тороплюсь, дальше иду. В Кантерской теории разновидностными числами пользуются, как о примере бесконечных числовых множеств. Это самая главная ошибка теории Кантера. Потому что в правильном пути алговор, архметика была взяты за основу мышления. И цифрами, числами начали пользоваться как орудие мышления. И для вычисления различных объектов множества. Вот теория множества, в правильном варианте число было использовано как орудие мышления. А Кантера теория множества, это основано именно на числовом множестве. Бесконечные, актуальные множества. Потом, при разработке Кантера теории множества, вводят такие новые понятия, как взаимоотношение соответствия, мощное множество, объединение, выключение. Про которых Пантериагн сказал, никому не нужны бесполезные понятия. Холмогором, когда он ругался, чтобы остановить это внедрение в школу, он сказал, что это пересечение, всякие объединения для школьника, для молодого, что дает? Архметика Алговора, отличная наша основа математики. Почему еще под него теорию множества придумают, которые работают бесконечностию и всякими бессмысленными понятиями? Последний. А, еще две пункты. На основе новой теории, вопрос, что такое бесконечно малое, дается несколько другой ответ, чем теория Каши. Я сказал же, когда математики... Все, да? Две пункты важные было. Ну, коротко, перечислите пункты. Когда Бальциан и Каши перестроили матанализ, перестроили неправильно. Перестроили так, чтобы потом тюрем бесконечности... Множество стало разрываться, когда числовые множества рассматриваются как множество, не как орудие мышления. Каши и Бальциана абсолютизировали число и оторвал от реальности. Они сказали отказаться от геометрических, кинематических, физических частиц. Вот такая перестройка была. На основе новой теории совершенно по-другому решается вопрос о природе и дискретности. Как известно, вопрос о природе дискретности и непрерывности со времен античности нерешённые проблемы. И очень важные проблемы. А при этом, поскольку в новом подходе терфизика сталкивается с матфизикой и решается в конце концов этот вопрос в пользу терфизики. Эта терфизика, хорошая терфизика, решает, в каком случае мы получаем хорошее дискретное решение статомеханика, в каком случае мы получаем хорошее решение с непрерывностью по линии Гаментея Мяковича и Шреденгера, подчиненных связям. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот именно основа философского подхода Лекарта Включите микрофон. Микрофон, говорите. Основа философского подхода Декарта, его метода, именно составляет дедукция и индукция. Вот как вы, это главное, что Декарт нам передал, что, собственно говоря, в этом математическом подходе вы употребляете в качестве? Я понял. В общем, в своем правиле для руководства УМА он сказал, что имеются две очень хорошие методы, которые он может использовать на нужном месте, дедукция и индукция. Но, в общем, потом математики, в общем, эти понятия не очень стали использоваться не так, как надо. А в данном случае я вам отвечу следующее. Я хочу, я выдвигаю из идеи Декарта самым главным метод вычисления. Метод вычисления. Именно он алгебру взял, арифметику за основу. Смотрите, когда Декарта системы координаты строили, они же придумали термо. А потом любой кривой, это кривой расположение каждой точки, с точки зрения этих координат вычисляется. В общем, метод вычисления. В современной науке, теоретической физике, да, и даже математике, два метода претендует. Математика стала основной математизированной. А даже физика постепенно такой стала, благодаря теоретной относительности и так далее. На самом деле, единственный мощный метод, это метод вычисления. Аристотель именно, вот суд метода Аристотеля, метод разделения геометрии архметики, он настолько был гениальный, да, он сказал, что вместо, раз с архметиками, первая встреча архметики геометрии привел к противоречиям, первую противоречию, тогда надо отдалить. И, пожалуйста, геометрия, пожалуйста, геометрия занимается методом аксиомы, и свою теорему доказывайте. Только в рамках геометрии. А архметики, Аристотель хотел сделать всеобщей наукой основой всего, метод вычисления. Потому что алгебра архметика обладает всеобщностью. Скажите, вы вообще отрицаете роль аксиомы в физике? Вы вообще отрицаете полностью роль аксиомы в физике? Аксиомы отлично работают в рамках геометрии. Аксиометизирование геометрии, с точки зрения алгебра, архметики, он становится матанализом и углубляется. Но только в рамках архметики аксиомы хорошо работают. А вот эта большая схема, да, первая схема открыл? Ну, понятно. Схема. Ну, первая схема. Вот здесь. Метод вычисления в самом начале стоит, потом геометрия. Аристотель заметил, что аксиомы... И Екли сразу пользовался методом аксиомы и привел порядок. Так античный, что привел порядок. А дальше Аристотель чувствовал, что надо теперь раскрыть здесь философический смысл архметики алгебры. Он не смеет. То есть ваша мысль сводится к тому, что не надо расширительно использовать тот метод, который характерен для какой-то одной науки. Нельзя его распространять на другую науку. Вот в этом, к этому мысль. Да, да, да. Спасибо. Пожалуйста. Чхурасан, пожалуйста. Чхурасан, потом я вам предоставлюсь. Подождите. После. А, после него, я пошел. Чхурасан, сначала вы, потом... Я плохо слышу, пожалуйста. Вы, я вам, вам, вам слово. Да, потом следите. Спасибо. По-моему, теория множества вибрационной теории Неравенство Маркова. Да, в то время неравенство Маркова. 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 Чхурасан, нет. Маркова. Я его слышу. Да, да. Да. Считается, что всегда и везде существует демиург. Это значит вероятностная, постоянная переменная, которая может получить континуальную, реальную величину. Всегда и везде. Это не доказано. Существование такого, такого демиурга. Это значит вероятностная, переменная. Потому что в отделе меньше, чем равенство и в отделе больше, чем равенство должно существовать два внутренние, разные внутренние структуры и разные внутренние механизмы. Поэтому это не доказано и существование такого демиурга. Демиурга – это перерожение философской эстерии. Или языкознания. В моем подходе, да, алгебра, архметика является основой научной философии. Начиная с Арестопеля, потом его подкрепил Гекард. Это основа научной философии. Только надо ее интерпретировать правильно. Какое впечатление, над какими множествами вещами, да, это впечатление, алгебрийские и архметики проводятся. Это с формой математики, алгебра, архметика используется, как австрактная наука. Просто вычитает, вычитает, над чем это действие проводится. Оказывается... Моя критика – это математическая критика. Но я вам не уважаю за тем. Математика – это мета... Нет, логика – это мета-математика. Должен. Да. В общем, в моем... Что дает мой покой? Алгебра, оказывается, когда мы пользуемся алгебрическим уравнением, оказывается, мы проводим вычисление над австрактными величинами. А когда пользуемся архметикой, мы проводим вычисление над австрактными множествами. Величинами и множествами. И этим самым... В общем, это очень важный момент, да? Алгебра работает австрактными величинами, отметка австрактными множествами. И этим самым алгебра, оказывается, по своему статусу, правуется, геометрирует всем другим наукам, которые уже давно работают, подавлены геометрические величины, геометрические множества, геометрические величины, геометрические величины, подавлены уравнением австрактного частного производства. Они величины работают. А когда решаются, получают решение, имеющиеся в смысле геометрического инфраструктуры, они уже решают решение получать геометрическое множество. Они вам... Ну, ваши вопросы по этому, я, если ты реально понял. Я подойду вам прочитать мой... Где вы найдете, как сказать, соединить логику и арифметическое вычисление? Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Можно. Да. Все прекрасно развивалось, как говорится. Вы говорите, Аристотель, была арифметика, геометрия появились, аксиомы. Может, повторить? Я говорю, все, что... Громче, в микрофон, пожалуйста. Все, что прекрасно. Арифметика была, геометрия, геометрия аксиомы появились. Аристотель четко сказал, давайте разделим геометрию. Там, ребята, аксиомы. Но вот же беда, тут же появился Эйнштейн. Он сейчас физику соединил с геометрией. И родилась теория относительности. Как вы вот на это смотрите? Можно я вам... Сейчас же... Теория относительности – это геометрия, соединенная с физикой. Ага. Пространство, времени. Как на эту проблему смотрите вы? Если говоря... Теория относительности... Теория, которые я получаю, да, своего подхода, да, на теорию относительность – совершенно критическое отношение. Потому что теория... Если ваш вопрос имеет смысл, связанный с теорией относительности, я могу ответить следующее. Вообще, честно говоря, вот та схема, третья, четвертая схема, которая доведена до логических завершений. Последний результат, вот эта схема, последний результат получается из предыдущих результатов методом разделения переменных, упражнения переменных. Например, каноническое уравнение. Там есть время, там есть координаты. Следующие уравнения, они сохраняются, но последнее уравнение, как пространство, так время упражняется. В общем, метод упражнения переменных... Я, в общем, до сих пор матфизика пользуюсь методом разделения переменных. Поэтому такие понятия, как пространство, время, да, до сих пор, в общем, во многом теориях результаты сохранился. А хороший теоретический физик, поскольку в самом начале ставить как основу теории мышления, алгебры, архметика, в самом конце должен обязательно дать свой результат на языке теории множества, как число множеств частиц, а там никакое пространство, никакое время. А это понятие пространство и время по пути должен упраздниться. Метод упражнения переменных. Вот. Все-таки хочется уточнить. Там, где аксиома, по-вашему, нет математики? Не надо лезть в математики? Честно говоря, я так думаю. Знаете, а теория относительности, а там аксиомы? А он соединился в математике, что? Ну, вот тогда, знаете, как свое время... Уже не математика и не физика. В 1900 году в Парижском конгрессе Гильберт проразгласил, что мы в связи с математикой аксиоматизировали, теперь пойдем помогать физикам. Да? Через некоторое время Гёдель показал, что это не получится. Что даже в своей математике аксиоматический метод не оправдывает. Помните это? А теперь что я скажу? Честно говоря, у меня есть подозрение, что Гёдель, в сущности, он чувствовал, что он даже знал, что во времена антистинства Аристотель метод аксиомы на сторонку. Вся остальная наука, хорошая наука должна развиваться на основе метода вычисления. А когда Гильберт начал возвеличивать метод аксиомы, Гёдель, обычно считается, что он что-то доказал, но он больше философ. Он чувствовал, что от метода аксиома надо отказаться и вернуться методу вычисления. Видимо, он очень был мягкий человек и боялся Расселя, Гильберта, или не боялся, уважал. Открытие об этом не говорил, но из его результатов это следует. Он уже о метод аксиомы непригодном почти открытие сказал. Книга Клайна, введение написано об этом очень хорошо. Вот Морс Клайна, введение, там про Геделя написано, а как раз там про написано, что Гедель почти метод аксиомы аннулировал. Если позвольте, у меня небольшая реплика есть по поводу аксиоматики, физики без математики. Наверное, многие знают, что Прокол придал физике Аристотеля, где нет никакой математики, аксиоматика – дедуктивный вид. По образу и подобию начал Эвглида, он начало физики изложил. И Добрый Десяток Наук еще тоже изложил в таком стиле, где не было математики, а была аксиоматика. Даже миф о сотворении мира, который изложен Платоном в Тимее, он тоже попытался изложить через определение аксиомы, доказательства теорем, но там тоже нет никакой математики. У меня есть вопрос с Платоном, с его точкой зрения, что именно геометрия является более близкой к природе, к естествознанию, нежели арифметика. Потому что здесь есть чувственные наглядные образы. Как это соотносится с тем, что вы, по-моему, считаете геометрию, тригонометрию более далекой от природы, от физики? Я на такие вопросы могу ответить, ссылаясь на авторитет Аристотеля. Он действительно гениально чувствовал, что первое столкновение архметики и геометрии уже парадокс к трудностям. А чтобы из этих трудностей выйти, надо разделить их и сказать геометриям, пожалуйста, пользуйтесь методом аксиома, приведите в свой науку порядок. А потом остается великая задача, теперь философическая интерпретация архметики и алгебры. И вот слишком это долго продлился. Продлился и до сих пор окончательно не решено. А после Аристотеля этот путь продолжил Декарт, и потом до получения уравнения Ньютона Ньютон леглись. А после уравнения Ньютона Матпийский пошел ложным путем, и там царствует опять метод аксиома. И весь теорий множества является следствием абсолютизации метода аксиомы. Потому что мема – самый главный аксиом в методе Катеровом Термера множества. Следующий. Частицам соответствуют числы, числам соответствуют. Точкам соответствуют числы, точкам соответствуют числа, наоборот. Ну, это самая главная аксиома этого Катеровского Термера множества. Фактически контролирует теорию множества, хотя и появился, сейчас покажу, вот этот результат матфизики, вот последние результаты решений, они получены на языке непрерывности. Я же сказал, когда появились эти решения, появились всякие патологические функции, потом начались перестройки, архипетизация, аксимитизация, все эти ненужные вещи были, честно говоря. Когда начали аксимитизировать архметику, Фуан Кэрэ не выдержал, Фуан Кэрэ сказал, прекратите, что хотите все аксимитизировать на этом свете, но архметику не трогайте. Об этом написана книга Бурбаки, а Бурбаки здесь немножко задетым, издевательски задетым Фуан Кэрэ пишет, как будто Фуан Кэрэ ошивается. Нет, Фуан Кэрэ не ошивается, Фуан Кэрэ чувствует, что уже архметику аксимитизировать ни к чему, потому что мы тогда в таком случае теряем величие методы вычисления, потому что, как чувствует Аристотель, алгебра, архметика обладает безупречным выводом, безупречным выводом. Вот, например, обычная логика, посылка, вывод, посылка, вывод, а архметика, алгебра вычисляет абсолютной точностью. Он эту точность хотел сделать из него настоящую науку, для этого сделал из него терминожество, потому что вычислил объект, а он тогда не смог. А это смог терфизика. Терфизика, когда был доведен до конца, по линии статом механики Гильса и по линии уравнения Шребенгера, оказался этим объектом является множество частиц, подчиненным связям, неподчиненным связям. И потом на основе этого результата можно делать интерпретацию предыдущих результатов, кинематики, геометрии. Вот вы утверждаете, что главным аксиомой теории множества, это то, что числам соответствуют точки, а точкам пространства числа. А разве не главной аксиомой теории множества является вот этот диагональный метод? По сути дела, которому трудно отнести сам по себе диагональный метод к аксиоме. Это же, так сказать, вычисление фактическое. Нет, вы правой диагональный метод к аксиомой, говорит? Да, да. Вот если мы критикуем, если мы ищем ошибку в том пути, который привел к теории Макканта, да, множество, и ищем его в неалгебрическом методе, который возберили, что Ньютон Левенц, даже Ньютон Левенц допустил ошибку по отношению к Декарту. Если бы, послушавшись, Декарта, да, просто выдержали Декартовский алгебрический метод, матристика вошел, не появился, появился теопизика. Не понятно. Спасибо. Пожалуйста, есть? И черный множество появился отличный, полезный для человеческого формы, который описывает объект, природу, а не австрактное множество, которые бесконечны, еще актуальны, с сотными проблемами. Понятно. Пожалуйста, Ньютон Левенц, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, я правильно вас поняла или нет, что если бы мы использовали для описания гиперболического движения метод Ньютона, то мы бы смогли дойти до конца, так вы сформулировали мысли. Я правильно вас поняла? Если бы мы использовали для описания гиперболического движения метод Ньютона, мы бы смогли дойти до конца. Мне кажется, я дословно вас цитирую, нет? Что-то я говорил, но в другом смысле. Меня вот интересует, что вы имеете в виду под словом «конец». И потом еще меня... Было бы очень неплохо, если бы вы показали практические результаты, и практические результаты, использование одного метода перед другим. Вот чем они отличаются? На практике. Потому что слов вы сказали много. Но слова всегда подтверждаются какими-то примерами. Вот можете вы такой пример привести? Но первое, что меня интересует, это вот этот конец. Конец, до которого вы обещаете, мы могли бы дойти. Я последний сковород 7-8. Вот смотрите, я начну ответы на второй вопрос. Насчет практической пользы метода. В данном случае речь идет о методе, который лежит в основе всего. Микрофон, пожалуйста. Это алгебра архметика. Микрофон, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Речь идет о возвеличивании алгебры архметики, как сделали Аристотель и как Декарт. И определенную степень, до получения ранения Ньютона, Ньютона Лебенц. И мы, принимая за основу алгебры архметики, за основу теории мышления, все частные разделы наук, их иные задачи решаем. Так что они привели к решениям, объясняющей, хорошо объясняющей причине-следственной связи. Ну вот сравнительный характер на конкретном примере вы могли бы привести? Конечно могу. Терефизика, вот 3-4 схемы, открою. Вот 3-4 схемы, да? Вот два маршрута по терефизике. В первом маршруте в конце получается решение, которое лежит в основе всего теории строения вещества. А в втором маршруте, здесь выражение, на основе которого получают доказательства все уравнения химические кинетки, химические равновесия, физхимии, они же из жизни появились. Но везде оставалась константа, равновесия, астропционные коэффициенты, которые не интерпретировались. Поэтому задачи были до конца недоведенные. А терефизика это довел, доводит статом механики гибса. И все коэффициенты определил. А? И все коэффициенты определил. Да, и все интерпретации получаются. Здесь получается, если эти новые результаты правильные, да? Основа терефизики в каком-то степени красивейшим образом завершается. Наталья, насколько я понимаю, автор доклада выступает в общем и целом против геометризации физики. Так, я и так тоже поняла. Вот, в современной физике давно идет война геометризации, алгебризации, альфометизации. В конечном счете, я считаю, что победа будет за алгебризацией и альфометизацией. Победа будет за нами. Дело будет наше право, и мы победим. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы есть? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Из-за этого, что первичным является геометрия, а не вычисление? Нет. Никак нет. Первичным является алгебра альфометика. Об этом говорит только... Вы, наверное, не отрицаете, что революционным, великим революционным шагом было введение Декартовой системы координат. Правильно? Когда Декартовой системы координат было введено, этим самым было принято алгебра альфометики за основу всего. Потом пошла алгебризация альфометрии, геометрии, кинематики, физики и так далее другие. Алгебра альфометрии этим самым была за основу принято. Я хотел, если говорить по результатам, по конечному, я хотел показать, что геометрию от вычислений разрывать нельзя. Это разные модусы отображения одной и той же реальности. Они едины. Одно не существует без другого. И связывает их между собой отношения. В одном случае отношения величин, где одно выступает в качестве мера, а другое связывает отношения... Я понял. Понятие величин уже нечто более грубое, которое хорошо работает в геометрии, кинематике, физике. Везде работает. Я могу показать, как это работает в лидеристике. Я вот, когда Чихара ответил, я сказал, что в новом подходе удалось выяснить, что когда мы пользуемся алгебрическими уравнениями, оказывается, мы проводим вычисления над абстрактными величинами. А абстрактными величинами. А это до сих пор наука нет. Это как раз не используется, именно вот этот момент. Вот этот момент, который появился при взаимодействии геометрии и алгебры, в свое время мучил кавалерий, что ли, книгу, писал геометрию, ученик Галилея. Он обращается к геометрию, когда обращался, что что-то при понимании алгебры, архметики, что-то не хватает. Вот как раз не хватало величин. Если архметика работает с множествами, а алгебры работает с абстрактными величинами, абстрактными. Если абстрактный, тогда, вот, честно говоря, просто объект, точные учисления проводятся, просто пустой абстрактный объект. К уточнению, можем уточнить. Уточнение тоже. У нас две минуты, буквально три осталось. Важный момент. Насколько просто уточнение, правильно ли я понимаю, да, и мы. Может подойти, я не могу от него отходить. Ну ладно, интересно. Интересно, все-таки. Где идет математика? Где появилась аксиома, там конец математики. Уже аксиома начались, там уже физика. Вы так проводите границу. Этих наук. Аксиома появилась, кстати, уже не чистая математика. Так? Уже я за то, что вообще при разрабатывании как математики и как физики, да, не пользуется методом аксиома. Расприняли алговоры архметики, которые и обладают хорошим методом вычисления, и пользуются грамотно до конца, это доведет до конца, до получения решений, которые причины следственной связи объясняют на любом уровне науки. Спасибо вам большое. Спасибо. Аксиома появилась, математика, граница. Аксиома, да, потому что аксиома это что-то, каждый человек может придумать разные чисто аксиомы. В данном случае, о параллельных прямых, скажем, да, у геометрии аксиома, раз, которая не докажет. Если смело сказать, да, надо осуществить физику от этой аксиоматической теории. Начинают теории относиться. Спасибо. Даже квадратный механик стал аксиоматическим, честно говоря, да. Спасибо. Спасибо вам большое.